Кусики-кусочки, с вами Фласочка, и в этом видео мы будем прыгать в ямки, нам нужно выбрать правильную ямку. Итак, у нас перед выбором стоит ямка первая, Cartoon Cat, тут вот такой вот жёлтенький портальчик. Следующая это Forgotten Baby, то есть забытый ребёнок, да, очень страшный, у него такие зубы, у него вообще зуб нет, вот типа тупо дёсна красные, это очень крипово выглядит, и последнее, это что-то похоже на Cartoon Cat, только это Cartoon Dog, мультяшная собака, мультяшная собака, у него тоже такие вот зубки и такие же глаза, в общем, мне кажется, они братья, потому что они очень похожи, только разные породы, ну, то есть разного вида животных. Так, тут такой чёрный портал, он такой красивый, посмотрите, вау, прям мне хочется так туда прыгнуть. Так, а у забытого ребёнка какой у него там портал? Ммм, фиолетовый, ну, прикольненько. И я выбираю прыгнуть в Cartoon Cat, так что давайте всё, раз, два, три. У-ху-ху-ху-ху! А! О, вау-ау! Что это за особняк? Вы только посмотрите, какие тут большие ворота, и там стоит охрана. Так, вообще, что это за особняк? Так, это особняк Ве и Яковлева. Так, дом великого предпринимателя. Ну, теперь мы имеем представление, чей это дом. Очень странно, почему меня сюда вот привели, как это связано вообще с Cartoon Cat, ну, типа, дом предпринимателя и Cartoon Cat. Что? Так, ладно, вроде бы, а что тут делать дальше? Меня же, типа, должны пригласить? Или что? Посмотрите, посмотрите, там стоит предприниматель. Кажись, это он. Либо это его сын, или кто это, или это сын самого предпринимателя. Давайте спросим у охранников, типа, что нам делать? Здравствуйте, блин, а вот что мне делать? Меня, типа, сюда пригласили. Короче, мне дали адрес, чтобы я пришла сюда. Вы скажите своему предпринимателю, чтобы он меня встретил и все дела. Добрый день. Ну, ладно, мы сейчас ему позвоним, скажем, что и как, ну, типа, приглашать вот домой, либо нет. Ок? Ну, хорошо, давайте быстрее, а то тут дождь начался. Уфу! Фу-фу-фу-фу-фу. Ладно, ладно, хорошо. Мадам, подождите немножечко. Так, сэр, типа, а вот тут стоит девушка одна, ее, типа, приглашать, просто она говорит то, что ей дали адрес, и она должна зайти. Да, 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 срочно ее приглашайте сюда, это, типа, мне надо снизиться, типа, вот, обсудить всякие договоры, обсудить всякое, то, что можете ее приводить, ну, открывать ей ворота. Даю разрешение, свое согласие. Ну, вот, ну, смотрите, просто, это на вас ответственность, мы тут ни при чем, так что, ладно. Просто я ее в первый раз вижу, вот так, ладно. Все, девушка, можете заходить, в принципе, он дал вам согласие. Ура, блин, наконец-то, давайте быстрее. Можешь открыть ворота, типа. Да, проходите, 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 не стесняйтесь, все с вами будет хорошо. Ладно. Спасибо, я тогда пойду, ок. Блин, мне что-то страшно очень сильно, потому что они на меня так подозрительно смотрят. И все-таки всегда, когда встречаешь охрану, тебе что-то ссыкотно становится, и ты впадаешь в жар. Так, ворота. Блин, давайте сначала обойдем этот весь дом. Мне просто интересно, как это все выглядит. Эй, девушка, вы куда пошли? Вы должны были зайти в особняк, а не шляться по территории. Ой, простите, я просто немножко, у меня туман в глазах. Ой, блин. Это очень неловко получилось. Ну, ладно, давайте зайдем. Блин. Вау, какой тут огромный дом. Смотрите, тут кухня. Ой, тут девушка. Ой, здравствуйте, леди, миледи. Здравствуй, а как тебя зовут? Меня зовут Фласочка, а вас как? Меня зовут Мария. Вау, блин, потрясное имя. А вы вообще кто? Вот дома просто меня сюда пригласили. Я не знаю, правда, зачем, но зачем-то меня сюда пригласили. Я подслушала в разговоре с охранником то, что меня сюда послали обсудить всякие дела. Да, да. Ну вот, я не понимаю, типа, но зачем? Как я связана вообще с предпринимательством? Может быть, и не с этим нужно обговорить? Ну, очень интересно. Ну, вообще, я его жена самого предпринимателя, ну, Валентина. И, блин, да, он мне что-то невнятное сказал, зачем он сюда тебя пригласил. Ему кто-то сказал, что это очень важно, чтобы тебя сюда пригласили обсудить всякие дела. Но, правда, он мне не сказал, какие, так что я не в курсе, можно сказать. Ладно, спасибо вам большое. Я тогда пойду осматривать. И, пожалуйста, скажите мне сразу, где находится вообще ваш муж и сам этот предприниматель Валентин? Он находится на втором этаже в своей комнате на балконе. Вы, наверное, видели, как он смотрел на вас через балкон? А, да, я видела. Ладно, пока, я пойду. Так, 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 ну, блин, кстати, уютненько у них так. Смотрите, тут ковры такие красивые. Так, а вообще, что это? Это уже вторая. Тут, наверное, игровая, тут библиотека, может быть, какая-нибудь. Да, ну, мне не давали права, конечно, тут ходить, осматривать всё. Так, смотрите, тут лестница. О-о-о-о, смотрите, смотрите, что за комната. А-а-а, тут просто окна смотреть на окружающую природу, окружающую территорию, вот это вот всё смотреть. Ну, прикольненько. Вот тут комната в какую-то мы зашли. Давайте выйдем, потому что сюда нам не разрешали заходить. Так, ну, блин, это какая-то отдельная комната, конечно. Так, ладно, давайте пойдём вниз, просто мы не туда, наверное, забрели. Не на ту территорию. Так, ладно. Что в сундуках мы даже туда заглядывать не будем, а то нам... Ну, блин, что мы как, типа, залазим, как воришки всякие в чужие сундуки, так нельзя делать. И не будем так делать. Так, смотрите, тут какие-то комнаты, давайте заглянем. Оп! О-о-о! О-о, привет, а ты кто? Привет, а я Клалина. А ты кто? И что ты делаешь в моей комнате? А я просто, я сюда пришла, потому что меня позвали, ну, я просто зашла в комнату. Ну, просто посмотреть, кто здесь вообще, как тут всё обстроено. Ну, мне просто было интересно, прости. Мне просто было интересно, прости, если я тебя потревожила как-то. Ну, ничего страшного, мне, наоборот, приятно тебя видеть. Я, кстати, тут рассматриваю свои игрушечки, ну, играю просто. Ну, ты можешь идти, если тебе, ну, надо спешить, а то я знаю, может, тебе очень срочно надо спешить. Да нет-нет-нет, я не спешу, я просто оглядываюсь, рассматриваю всю обстановочку у вас дома. Конечно, может, это не очень хорошо, но интересно, я любопытная вообще. Понятно, а мне, кстати, приятно с тобой подружиться, кстати, да, как тебя зовут вообще? Меня зовут Фласочка, и уже второй раз меня спрашивают, как меня зовут. Ну, да, мне тоже с тобой приятно познакомиться. Ну, ладно, тогда я пойду, может быть, потом в следующий раз встретимся, поиграем, обговорим всё, поговорим, да, разговаривать будем, так что пока я пойду. Пока, жду тебе ещё раз в своей комнате. Так, блин, ладно, я зайду, конечно. Так, а что в следующей комнате, мне интересно? Тут никого. Хм, странненько, что тут никого. Так, а что это за комнатка синенькая? У-у-у-у, вау, какой крутой мальчик. Ам, 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 чего он только неразговорчивый? А, привет, привет. Он отворачивается от меня, он не хочет поворачиваться. Хи-хи-хи. Мальчик, ты почему-то не хочешь ко мне повернуться. Иди за моей комнатой. Уйди. Я не хочу с тобой разговаривать. Кто ты вообще такая? Лучше постою опять так. Уйди, уйди. Ты мне отмешаешь. Я тут плакаю. Ты ко мне пришла. Ладно, ладно. Я пойду, только не агрить позже. Я ухожу, ухожу. Все, 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 пока. Да, очень странный мальчик. Так, наверное, его мама наругала за что-то. И, ну, всех ругала мама в детстве. Так что неудивительно. Так. Блин, очень интересно, где же сам предприниматель находится. Потому что тут столько комнаты, непонятно где. Так. Здравствуйте, тут кто-то есть? А, вот вы где. Здравствуйте. Здравствуй, Фласочка. Я тебя ждал. Ну, в общем, мне нужно поговорить с тобой. Очень серьезные вещи. Короче, мне вчера на работе, когда я работал, да, ну, дома, естественно, потому что сейчас карантин. Ну, блин, я работал, работал. И тут мне позвонил какой-то странный голос прозвучал в трубке. И, блин, я тогда очень испугался. Я не знал, что делать. Но мне позвонил из какого-то чужого номера. Вообще неизвестно какой. Но на конце было вроде три цифры. Последние, это были 666. Ну, блин, это очень странно. А как мы знаем, то, что 666, ну, что число 666, это число дьявола. И, блин, мне реально страшно. Я не понимаю. Он мне позвонил и сказал, чтобы я явил, чтобы вы, Фласочка, тут явились у меня дома. Я, правда, не знаю зачем, но он сказал, что если я это не выполню, он меня убьет. И я, правда, не знаю, что мне делать. Я не хочу умирать. Я столько лет достигал того, чтобы обрести счастье в этом мире. Я родился в... Я не знаю, я родился в Хрущевках. И моя мама работала на двух работах, чтобы обеспечить меня и себя. Да еще и отец умер рано. Понимаешь? И я так долго хотел счастье обрести, а тут... А тут просто берется и хочет меня убить какой-то кот. Стоп, стоп, стоп. Кот? Вы сказали кот? Да, именно. Я не уверен, что это кот, но он мурлыкал, когда говорил мне эти слова. То, что он меня убьет. Просто замурлыкал. И, Фласочка, помоги мне, сделай все, чтобы это устранить. Правда, я не хочу. Я не хочу покидать эту жизнь. Я так ее люблю. Я так ее полюбил. И у меня никогда ее не будет второй. Понимаешь? Хоть мне и 40 лет. И 40 с чем-то лет. Но я... Я реально... Я не могу. Я не хочу. Я не хочу этого всего. Ну, этой смерти, которая обречет меня. Ладно, ладно, я вас понимаю, конечно же. Так, ну, мне очень что-то плохое предчувствие, что если он вам позвонил и замурлыкал, то это очень странно и страшно, потому что у меня есть подозрение, кто это может быть. И да, я сделаю все возможное, чтобы вы остались живы и вся ваша семья. Так что обязательно мне сразу меня зовите. Я все сделаю, чтобы устранить это недоразумение. Давай ты пока у меня поживешь, я тебе выделю комнату отдельную. Ну, чтобы ты была всегда рядом, потому что... Хотя бы ты поможешь мне. Конечно, я, конечно, не обещаю, что я вам... Что я смогу на 100% помочь, но я сделаю все, чтобы этого избежать. Ладно, тогда до завтра, а то уже ночь, пора бы поспать. Да, согласен. Я вот тоже немножко на балконе постою и уже пойду спать. Ну, ладно тогда, спокойной ночи вам. Мне было очень приятно с вами познакомиться. И да, спокойной ночи. Спасибо большое, вам тоже спокойной ночи. Ладно, пока. Блин, реально страшно за этого чувачка. Он вроде добренький такой и очень сильно переживает за свою жизнь. Понимаю, понимаю его. Так, где же я буду спать? Наверное, в этой комнате. Так, пора бы ложиться уже спать. Уже так ярко сияет луна. Итак. А, не убивайте меня. Спасите, пожалуйста, кто-нибудь. Спасите. Нет, 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 нет. Нет, не трогай меня. Пожалуйста, пожалуйста, маняй, не убивай меня. О, уже утро. Что это такое красное там? Непонятно. Может, красили что-то? Посмотрите, там лежит охранник и вокруг него... Божечки-кошечки! Вы только посмотрите, что там в коридоре! Так, почему у меня вылом эта дверь? Эм, так. Ребята, что это такое? Что это за красное? И оно по всему коридору так еще и воняет какой-то гнилью. Уже вечер наступает. Я так долго спала, что уже начался вечер. Вечер? Странненько, да уж. Так, давайте посмотрим, как тут Каролина. Потому что у нее... Она мертва! Просто посмотрите, она просто лежит без сознания. У нее сожрана нога, да еще и рука. Что ж это такое? Походу, он пришел. Я знаю, чех это рук дело. Это, походу, пришел к нам Картун Кэт. Вот о чем нам говорил портал и сам этот мужчина. Блин, как он тут оказался вообще? Блин, так жалко Каролину. Она-то была такая добренькая. Так, ладно. Посмотрите, он выломал дверь, зашел в туалет, посмотрел такой и ушел. Вот, просто посмотрите на эту смешную картину. Так, ладно. Тут повсюду кровь. Так, давайте посмотрим, как тут мальчик там. Тут все в крови. Это просто какая-то кровавая комната. Блин, смотрите, какой он симпатяшка. Хе, такой вредный был, да еще. Блин, тоже очень жалко. Посмотрите, тут тупо весь балкон в крови и вся комната. Походу, нелегко пришлось этому Картун Кэту с этим мальчишкой. Он тоже тут выломал дверь. Зачем он выломал дверь? Он что, такой жирный, что не мог пройти? Так, ну тут не выломал. И посмотрите, это же тот предприниматель, с которым день вчера... Буквально вчера мы обсуждали о том, что я обязательно спасу его с семьей. Кстати, это так не очень, когда ты такой видишь, что они все мертвы. А ты так надеялся на их спасение. Печально, но давайте еще посмотрим дом. Так, тут дальше пошла еще кровь. Господи, сколько крови тут, кошки-матрешки. О, блин, это же та Мария, которая была на кухне, жена самого этого предпринимателя. Она была такой няшечкой. И ее тоже убил Картун Кэт. Просто вся кухня в крови. Вся. Так, ладно. Давайте посмотрим, что он еще тут сделал. Тут он, видимо, пришел и ушел. Так, ну, да, это... Ребят, что это? Это Картун Кэт, это мультяшный кот там стоит прямо... Нет, давайте бежать. Я не хочу попасться ему на глаза. Блин, что же нам делать, что же нам делать, ребятки? Это очень страшно. Вот там прямо... Он прямо... Он прямо в гостиной стоит, да еще и смотрит своими лупоглазыми глазенками. Я, конечно, не понимаю, почему он ко мне не зашел. Это... Ну, наверное, это была последняя комната. Он такой решил... А, там все равно никто не живет, наверное. Наверное, наверное, он не сказал предприниматель, то, где я нахожусь. И поэтому Картун Кэт подумал, что он меня не позвал сюда вовсе. И убил всю его семью. Это жесть, ребятки. Это очень страшно и крипово. Как будто какая-то нереальная история получается. Но это все в реальном времени. Так, смотрите. А тут какие-то занавески. О, прикол. Да блин, тут какие-то книги непонятные. Так, вот в чем вопрос, как мне этого Картун Кэта вообще победить. Может, у него есть что-то такое, что можно победить Картун Кэтом? Кактус может? Да как этот кактус вообще поможет? Его иголки очень слабые. Так. Ну, блин, кстати. Оп. Смотрите. А я не заметил вот эту вот занавеску. Она выглядит вообще как дверь. Смотрите. Это какой-то... Реально, это какой-то потайник. Ну, какой прикольный потайник. Это очень необычно. Так. Ну, тут какие-то... Три сундука. Сверху вообще не открывается. А вот эти... Ребят. Ребят. Я не верю своим глазам. Я просто не верю. У него реально тут находится целых... Пять дробевиков, четыре минигана, пять снайперских винтовок, восемь пистолеток, базука одна, мрачный жнец, одна ракета и... Три калаша. Это жара и... И куча биопушек. Мы так точно победим картон кэты. И нам ничего не страшно с таким вот набором всякой разной артиллерии. Так, давайте возьмем все понемногу. Ну, не все, конечно, возьмем. Оставим, конечно, этому предпринимателю несколько оружиек. Хе-хе-хе. Ну, ладно, он все равно умер. Кому ему оставлять? Ну, даже из наследства никому не передать. Жалко, жалко его, конечно. Такой молодой еще был, сорок лет. Ладно, среднего возраста, можно сказать. Так, ладно. Давайте идем и пошли убивать этого засранца, который перебил всю семью. Так. Ну, блин, это, конечно, очень нужно аккуратно пройти, чтобы он нас не заметил. А-а-а! Он идет сюда! На, получай! Получай, кот! Кот, засранец, веди! А-а-а! Он меня убивает, ребята! У меня калаш закончился. На, получай, получай! Блин! О-о-о! Мы его убили! Да, блин, мы даже половину оружия не истратили, а он уже сдох. Вот это невероятно какое везение. Наверное, очень хорошие пули у этого предпринимателя. Все-таки он богач. И он может позволить тебе хорошие пули. Так, ну ладно, давайте еще осмотрим, кого он там убил. Блин, реально жалко всех этих людей. Ну, тут лежит охранник, да, который его убили. Так, что еще тут? Так, смотрите, смотрите, еще кровь. Смотрите, вот тут он вымыл, выломал стекло. А я даже этого не заметила. Очень странно. Мы ведь тут проходили. Ну, блин, да, не очень заметно, конечно. Вот он лежит. Какой бедняжка! Мне его очень жаль. Сочувствую работяге, который тут работал на охранниках. Который работал тут охранником. Все-таки у него тоже своя семья, там дети, возможно. Так, пошлите в фонтан. Вот, и откуда мы шли. И вот эти добренькие ребятки тоже умерли. Эх, вот так их решилась судьба. Пришел какой-то кот и убил всех. Но мы справились с тем, что мы все-таки убили картун Кэта. Да, это было очень страшно. Я чуть не обкекалась в штанишке, когда я его увидела там. Я не ожидала его видеть. Хотя было логично. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик. Всех люблю. Всем пока.